Марк Твен, «Принц и нищий», милым и благонравным детям Сузи и Кларе Клеменс с чувством сердечной любви посвящает эту книгу их отец. Эту повесть я расскажу вам в том виде, в каком я слышал её от одного человека, слышавшего её от своего отца, который слышал её от своего отца, а тот от своего, и так дальше. Триста лет, а, быть может, и доле, отцы передавали её сыновьям, и таким образом она была сохранена для потомства. Возможно, это исторический факт, но, возможно, предание, легенда. Пожалуй, всё это было, а, пожалуй, этого и не было, но всё же могло бы быть. Возможно, что в старое время в неё верили мудрецы и учёные, но, возможно, и то, что только простые неучёные люди верили в неё и любили её. О, в милосердии двойная благодать! Блажен и тот, кто милует, и тот, кого он милует. Всего сильнее оно в руках усильных, королям оно пристало больше, чем корона. Шекспир. Венецианский купец. Глава первая. Рождение принца и рождение нищего. Это было в конце второй четверти шестнадцатого столетия. В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кейнти родился мальчик, который был ей совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребёнок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Англия так давно мечтала о нём, ждала его и молила Бога о нём, что когда он и в самом деле появился на свет, англичане чуть с ума не сошли от радости. Днём Лондон представлял собою очень красивое зрелище. На каждом балконе, на каждой крыше развивались яркие флаги, по улицам шествовали пышные процессии. Ночью тоже было на что посмотреть. На всех перекрёстках пылали большие костры, а вокруг костров веселились целые полчища гуляк. Во всей Англии только и разговоров было, что о новорождённом Эдуарде Тюдоре, принце Уэльском. А тот лежал завёрнутый в шелка и атласы, не подозревая обо всей этой кутюрьме и не зная, что с ним нянчатся знатные лорды и леди. Ему это было безразлично. Но нигде не слышно было толков о другом ребёнке, Томе Кенте, запелённом в жалкие тряпки. Говорили о нём только в той нищенской убогой семье, которой его появление на свет сулило так много хлопот. Глава вторая. Детство Тома. Перешагнём через несколько лет. Лондон существовал уже пятнадцать веков и был большим городом по тем временам. В нём насчитывалось сто тысяч жителей, иные, полагают, вдвое больше. Улицы были узкие, кривые и грязные, особенно в той части города, где жил Том Кенте, не вдалеке от Лондонского моста. Дома были деревянные. Второй этаж выдавался над первым, третий выставлял свои локти далеко над вторым. Чем выше росли дома, тем шире они становились. Остовы у них были из крепких, положенных крест-накрест балок. Промежутки между балками заполнялись прочным материалом и сверху покрывались штукатуркой. Балки были выкрашены красной, синей или чёрной краской, смотря по вкусу владельца, и это придавало домам очень живописный вид. Окна были маленькие, с мелкими ромбами стёкол, и открывались наружу на петлях, как двери. Дом, где жил отец Тома, стоял в вонючем тупике за обжорным рядом. Тупик назывался двор отбросов. Дом был маленький, ветхий, шатхий, доверху набитый беднотой. Семья Кенти занимала коморку в третьем этаже. У отца с матерью существовало некоторое подобие кровати. Но Том, его бабка и обе его сестры, Бет и Нэн, не знали такого неудобства. Им принадлежал весь пол, и они могли спать, где им вздумается. К их услугам были обрывки двух-трёх старых одеял и несколько охапок грязной обветшалой соломы. Но это вряд ли можно было назвать постелью, потому что по утрам всё это сваливалось в кучу, из которой к ночи каждый выбирал, что хотел. Бет и Нэн были пятнадцатилетние девчонки-близнецы, добродушные заморашки, одетые в лохмотье и глубоко невежественные. Мать мало чем отличалась от них. Но отец с бабкой были сущие дьяволы. Они напивались где только могли, и тогда воевали друг с другом или с кем попало, кто только под руку подвернётся. Они ругались и сквернословили на каждом шагу, в пьяном и в трезвом виде. Джон Кенти был вор, а его мать — нищенка. Они научили детей просить милостыню, но сделать их ворами не могли. Среди нищих и воров, наполнявших дом, жил один человек, который не принадлежал к их числу. То был добрый старик-священник, выброшенный королём на улицу с ничтожной пенсией в несколько медных монет. Он часто уводил детей к себе и тайком от родителей внушал им любовь к добру. Он научил Тома читать и писать. От него Том приобрёл и некоторые познания в латинском языке. Старик хотел научить грамоте и девочек, но девочки боялись подруг, которые стали бы смеяться над их неуместной учёностью. Весь двор отбросов представлял собою такое же осиное гнездо, как и тот дом, где жил Кенти. Попойки, ссоры и драки были здесь в порядке вещей. Они происходили каждую ночь и длились чуть не до утра. Пробитые головы были здесь таким же заурядным явлением, как голод. И всё же маленький Том не чувствовал себя несчастным. Иной раз ему приходилось очень туго, но он не придавал своим бедствиям большого значения. Так жилось всем мальчишкам во дворе отбросов. Поэтому он полагал, что иначе и быть не должно. Он знал, что вечером, когда вернётся домой с пустыми руками, отец изругает его и прибьёт. Да и бабка не даст ему спуску. А поздней ночью подкрадётся вечно голодная мать и потихоньку сунет чёрствую корку или какие-нибудь объедки, которые она могла бы съесть сама. Но сберегла для него, хотя уже не раз попадалась во время этих предательских действий и получала в награду тяжёлые побои от мужа. Нет, Тому жилось не так уж плохо, особенно в летнее время. Он просил милостыню не слишком усердно, лишь бы только избавиться от отцовских побоев, потому что законы против нищенства были суровы и попрошаек наказывали очень жестоко. Немало часов проводил он со священником Эндрью, слушая его дивные старинные легенды и сказки о великанах и карликах, о волшебниках и феях, о заколдованных замках, великолепных королях и принцах. Воображение мальчика было полно всеми этими чудесами, и не раз ночью в темноте, лёжа на скудной и колкой соломе, усталый, голодный, избитый, он давал волю мечтам и скоро забывал и обиды, и боль, рисуя себе сладостные картины восхитительной жизни какого-нибудь изнеженного принца в королевском дворце. День и ночь его преследовало одно желание — увидеть своими глазами настоящего принца. Раз он высказал это желание товарищам по двору отбросов, но те подняли его насмех и так безжалостно издевались над ним, что он решил впредь не делиться своими мечтами ни с кем. Ему часто случалось читать у священника старые книги. По просьбе мальчика священник объяснял ему их смысл, а порою дополнял своими рассказами. Мечтания книги оставили след в душе Тома. Герои его фантазии были так изящны и нарядны, что он стал тяготиться своими лохмотьями, своей неопрятностью, и ему захотелось быть чистым и лучше одетым. Правда, он и теперь зачастую возился в грязи с таким же удовольствием, как прежде, но в Темзе стал он плескаться не только для забавы. Теперь ему нравилось также и то, что вода смывает с него грязь. У Тома всегда находилось на что поглазеть возле майского шеста в Чипсайде или на ярмарках. Кроме того, время от времени ему, как и всем лондонцам, удавалось полюбоваться военным парадом, когда какую-нибудь несчастную знаменитость везли в тюрьму Тауэра сухим путем или в лодке. В один летний день ему пришлось видеть, как сожгли на костре в Смитфилде бедную Эн Эскью, а с нею еще трех человек. Он слышал, как некий бывший епископ читал им длинную проповедь, которая, впрочем, очень мало заинтересовала его. Да, в общем-то, жизнь Тома была довольно-таки разнообразна и приятна. Понемногу чтение книг и мечты о жизни королей так сильно подействовали на него, что он, сам того не замечая, стал разыгрывать из себя принца к восхищению и потехе своих уличных товарищей. Его речи-повадки стали церемонны и величественны. Его влияние во дворе отбросов с каждым днем возрастало, и постепенно сверстники привыкли относиться к нему с восторженным почтением, как к высшему существу. Им казалось, что он так много знает, что он способен к таким дивным речам и делам. И сам он был такой умный, ученый. О каждом замечании и о каждом поступке Тома дети рассказывали старшим, так что вскоре и старшие заговорили о Томе Кенте и стали смотреть на него, как на чрезвычайно одаренного, необыкновенного мальчика. Взрослые в затруднительных случаях стали обращаться к нему за советом и часто дивились остроумию и мудрости его приговоров. Он стал героем для всех, кто знал его. Только родные не видели в нем ничего замечательного. Прошло немного времени, и Том завел себе настоящий королевский двор. Он был принцем. Его ближайшие товарищи были телохранителями, коммергерами, шталмейстерами, придворными лордами, стацдамами и членами королевской фамилии. Каждый день самозванного принца встречали по церемониалу, вычитанному Томом из старинных романов. Каждый день великие дела его мнимой державы обсуждались на королевском совете. Каждый день его высочество мнимый принц издавал приказы воображаемым армиям, флотам и заморским владениям. Потом он в тех же лохмотьях шел просить милостыню, выпрашивал несколько фартингов, гладал черствую корку, получал обычную долю побоев и руганий и, растянувшись на охапке вонючей соломы, вновь предавался мечтам о своем воображаемом величии. А желание увидеть хоть раз настоящего живого принца росло в нем с каждым днем, с каждой неделей, и в конце концов заслонило все другие желания и стало его единственной страстью. В один январский день он, как всегда, вышел в поход за милостыней. Несколько часов подряд, босой, продрогшей, уныло слонялся он вокруг Минсинклейн и Литтл-Ист-Чипа, заглядывая в окна харчевин и глотая слюнки при виде ужаснейших свиных паштетов и других смертоубийственных изобретений, выставленных в окне. Для него это были райские лакомства, достойные ангелов, по крайней мере, судя по запаху. Отведывать их ему никогда не случалось. Моросил мелкий холодный дождь. День был тоскливый и хмурый. Под вечер Том пришел домой такой измокший, утомленный, голодный, что даже отец с бабкой как будто пожалели его, конечно, на свой лад. Наскоро угостили его тумаками и отправили спать. Долго боль и голод, а также ругань и потасовки соседей не давали ему уснуть. Но, наконец, мысли его унеслись в дальние чудесные страны, и он уснул среди принцев, с ног до головы, усыпанных золотом и драгоценными каменьями. Принцы жили в огромных дворцах, где слуги благоговейно склонялись перед ними или летели выполнять их приказания. А затем, как водится, ему приснилось, что он и сам принц. Всю ночь он упивался своим королевским величием. Всю ночь окружали его знатные леди и лорды. В сиянии яркого света он шествовал среди них, вдыхая чудесные ароматы, восхищаясь сладостной музыкой и отвечая на почтительные поклоны расступавшейся перед ним толпы то улыбкой, то царственным кивком. А утром, когда он проснулся и увидал окружающую его нищету, все вокруг, как всегда после подобного сна, показалось ему в тысячу раз непригляднее. Сердце его горестно заныло, и он залился слезами. Глава 3. Встреча Тома с принцем Том встал голодный, и голодный поплелся из дому, но все его мысли были поглощены призрачным великолепием его ночных сновидений. Он рассеянно брел по улицам, почти не замечая, куда идет и что происходит вокруг. Иные толкали его, иные ругали, но он был погружен в свои мечты. Ничего не видел, не слышал. Наконец, он очутился у ворот Темпл-бара. Дальше в эту сторону он никогда не заходил. Он остановился и с минуту раздумывал, куда он попал. Потом мечты снова захватили его, и он очутился за городскими стенами. В то время Стрэнд уже не был проселочной дорогой и даже считал себя улицей. Но вряд ли он имел право на это, потому что, хотя по одну сторону Стрэнда тянулся почти сплошной ряд домов, дома на другой стороне были разбросаны далеко друг от друга. Великолепные замки богатейших дворян, окруженные роскошными садами, спускавшимися к реке. В наше время на месте этих садов теснятся целые мили угрюмых строений из камня и кирпича. Том добрался до деревни Черинг и присел отдохнуть у подножья красивого креста, воздвигнутого в давние дни одним овдовевшим королем, оплакивавшим безвременную кончину супруги. Потом опять неторопливо побрел по прекрасной пустынной дороге. Миновал роскошный дворец кардинала и направился к другому, еще более роскошному и величественному дворцу — Вестминстерскому. Пораженный и счастливый, глядел он на громадное здание широко раскинувшимися крыльями, на грозные бастионы и башни, на массивные каменные ворота с золочеными решетками, на колоссальных гранитных львов и другие эмблемы английской королевской власти. Неужели настало время, когда его заветное желание сбудется? Ведь это королевский дворец. Разве не может случиться, что небеса окажутся благосклонны к тому, и он увидит принца, настоящего принца из плоти и крови? По обеим сторонам золоченых ворот стояли две живые статуи, стройные неподвижные воины, закованные с ног до головы в блестящие стальные латы. На почтительном расстоянии от дворца виднелись группы крестьян и городских жителей, чающих хоть одним глазком увидеть кого-нибудь из королевской семьи. Нарядные экипажи с нарядными господами и такими же нарядными слугами на запятках въезжали и выезжали из многих великолепных ворот дворцовой ограды. Бедный маленький Том в жалких лохмотьях приблизился к ограде и медленно, несмело прошел мимо часовых. Сердце его сильно стучало, в душе пробудилась надежда. И вдруг он увидел сквозь золотую решетку такое зрелище, что чуть не вскрикнул от радости. За оградой стоял миловидный мальчик, смуглый и загорелый от игр и гимнастических упражнений на воздухе, разодетый в шелка и атласы, сверкающий драгоценными каменьями. На боку у него висели маленькая шпага, усыпанная самоцветами, и кинжал. И кинжал.